Глина, заполонившая огороды и реки вместо дорог. Таковы последствия прохода талых вод с соседних полей по улицам Черемуховой и Рябиновой в Камни-Наоби. Уже почти 30 лет во время каждого весеннего потепления потоки топят частные территории. На этих кадрах видно, насколько серьезные масштабы проблема приобрела в этом году. Водостоки по обеим сторонам дороги, которые жители Черемуховой вынуждены рыть самостоятельно, попросту не справились. Вода подошла вплотную к домам. Только вот где сапоги стоят, вот этот квадратик, он чуть повыше, он остался сухой. Остальное все круговую вокруг дома было затоплено. Андрей купил дом в микрорайоне «Зеленый Клин» 4 года назад. И с того момента резиновые сапоги стали ходовой обувью для его семьи. Без них, говорит мужчина, во время паводка по улице можно передвигаться лишь на автомобиле. С администрации прошлый год приехали, подъехали, посмотрели. Говорят, у вас 4 трубы, что вам надо еще? А у нас 4 трубы с этой стороны, какие под тротуар уходят. А с той стороны за дорогу, чтобы ей уйти, там одна труба и такого же диаметра. Именно это жители Черемуховой считают главной причиной затопления улицы. По их словам, они неоднократно просили городской администрации установить дополнительные трубы для выхода воды или увеличить диаметр имеющейся. Однако реальной помощи так и не получили. Как начинает вода, так начинаем звонить кого-то, вызывать. Приедут, посмотрят, походят. Вода сошла, потому что это всегда вода. Большая вода идет 2-3 дня. Вот эти дни прошли, все, все, все забыли. Отписки. Просто отписки были. А потом мы просто даже перестали обращаться. На соседней улице Рябиновой люди все-таки добились действий от местных властей. В прошлом году подрядчик прокопал водостоки и уложил трубы. Однако не убрал за собой глину. Хлынувшие потоки воды занесли породу на участки. В некоторых местах слой, говорят жители, доходит до 10 сантиметров. У меня в семье семеро детей. И мне их надо кормить. Я кормлю их за счет, ну, как бы выращивая их на своем огороде. И поэтому, ну, я как отец заинтересован в том, чтобы в моем огороде был урожай. Но глина этому вообще не посодействует. В городском комитете по ЖКХ проблемы видят несколько иначе. О глине в огородах Рябиновой чиновники не слышали. Однако после нашего обращения пообещали разобраться и помочь пострадавшим семьям. Менее однозначная ситуация с ежегодно затапливаемой Черемуховой. По словам председателя, за все время было зарегистрировано лишь одно обращение. Три дня назад. А администрация помогает делать канавы. Нельзя возложить все на администрацию. Поэтому существуют жители, которые недобросовестно к этому относятся. Заваливают шлаком. В этом году мы очень много встречали таких мест. Мусором заваливают, шлаком. Перед весенним паводком не прочищают их. То есть, прежде всего, не заботятся о своей безопасности. Для того, чтобы не допустить подтопления в следующем году, говорит Баранов, администрация разрабатывает комплекс мер. Планируется отвезти в поле, попробовать отвезти в поле, произвести геодезическую съемку с нивелиром, чтобы у нас люди прошли. И попробуем минимизировать вообще поступление воды с поля. Не именно внутри уже города, а до города. Однако, получится ли обезопасить жителей Зеленого Клина – большой вопрос. Как признается председатель комитета по ЖКХ, бюджет ведомства на борьбу с паводком сильно ограничен. Всего 700 тысяч рублей, часть из которых уже потрачена. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Артем Гусельников, День с толком. Продолжение следует...